Дорогие Виталики и Лоночка, поздравляем вас с этим замечательным днём, днём бракосочетания. Желаем вам много счастья, здоровья, любви, обильных божьих благословений. Сердечно поздравляем! Виталики и Лоночка, я очень рада, что могу поздравить вас с этим замечательным днём в вашей жизни. И рада, что вы хоть как-то могла присутствовать на вашей свадьбе. Я вас от всего сердца поздравляю. И пройдут года, очень много, надеюсь. И хочу пожелать, чтобы ваши лица были не такими уже счастливыми, но ещё больше счастливыми. Чтобы вы всегда сияли радостью и любовью. И моё пожелание вам не пристанно молиться. Вы всегда молиться и по отдельности, и вместе, потому что молитв — это сила. И я вас поздравляю. Пусть вас болтну Гаслои. Дорогие Виталик и Лоночка, я вас от всего сердца поздравляю с этим наипрекраснейшим днём в вашей жизни. Вы начали свой миссионерский путь в одной команде. И так получилось, что Господь соединил ваши сердца в один путь. И поэтому пусть дальше ваша миссионерская деятельность продолжается в этой крепкой семье. И, Виталик, хочется сказать тебе, что у тебя замечательная жена. Ты об этом знаешь, я знаю, просто чуть-чуть напоминаю. И храни её, береги её, люби. И Лоночка, моя дорогая подружка, у меня нет слов, я очень рада за тебя, и я благодарна, что мы с тобой познакомились. И у нас были совместные молитвы, мы много общались, я очень рада за тебя. Восхищайся своим мужем постоянно и будь поддержкой для него. Благословенного вам пути в семейную жизнь. Виталик и Лоночка, добавим бы немножечко, пусть жизнь ваша будет такой же чистой и искристой, как этот снег. Дорогой Виталик, поздравляем тебя с этим прекрасным днём свадьбы. Желаем тебе счастья, любви и здоровья на всю жизнь и побольше денег. Дорогие, Виталик и Лоночка, я поздравляю вас с днём свадьбы. Хочу пожелать вам большой любви, чтобы вы просли её до конца жизни, до того момента, пока не смешно разлучить вас. Поиск вы интервьютисты, конечно, ну всё. Хочу, чтобы у вас была большая семья, чтобы у вас было много детей, чтобы однажды я приехал вон к вам в гости и, возможно, поднялся ваших детей. И, конечно, очень жаль, что я не смогу меня как-то насажил. Хоть вы прислали мне отношения, но вы... Вот. Руки Бог дал нам руки Руки у всех разные У меня маленькая рука У моего мужа большая рука Бог дал нам руки, чтобы любить Бог дал нам руки, чтобы поддерживать Бог дал нам руки, чтобы мы могли делать ими вот так А ещё один немаловажный факт Руки Бог дал нам для того, чтобы носить обручальные кольца Обручальные кольца символизируют брачные узы Супруги носят их в знак верности друг другу Мойте руки Носите кольца Живите дружно Любите нежно Пусть вас Господь благословит Поздравляем! Поздравляем! Илона, Виталик, мы поздравляем вас с днём вашей свадьбы Желаем Божьих благословений Вообще-то наше желание и пожелание, чтобы ваша семья была благоуханием для Христа Чтобы вы были благословением для окружающих Где бы вы ни находили, чтобы Господь вашу семью использовал для своей славы Пусть Бог благословит вас Поздравляем! 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 Ура! Дорогие друзья, желаю вам, чтобы вы были всю жизнь друзьями Чтобы не было недопониманий, не было ссор, не было разногласий Чтобы вы были постоянно вместе Все мы знаем, что наша жизнь строится из мелочей И, к сожалению, из-за них же порой разрушается Илона, Виталик, я желаю вам, чтобы каждый ваш взгляд, каждое слово Любое дело, даже самое маленькое, вы делали с любовью Дорогие ребята, Виталик и Илона Я за вас очень рада, сердечно вас поздравляю И желаю вам счастья, удачи по жизни, в жизни Пусть Бог вас благословит Будьте всегда вместе, в трудностях, в радости, во всем Поддерживайте друг друга и в любви вам Привет вам в самой лучшей стране мира Виталий, Илона, поздравляем вас от души с этим нереально классным днем Правда, здорово И хочу пожелать вам огромного Божьего благословения Самое главное в жизни, наверное Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит Пусть у вас будет это благословение всегда на протяжении всей жизни Поздравляем здорово и огромной вам Божьей любви Желаю вам огромного, просто очень огромного счастья и Божьих благословений Самое важное, не забывайте про нас, таких вот, как вы видите сейчас Поездка в Россию для вас сыграла очень судьбоносную, можно сказать, позицию в жизни Поэтому не забывайте это место, мы вас ждем в гости с пятерами и детьми Илона и Виталик, мы очень любим вас Желаю вам счастья, здоровья и любви Благословения от Господа Дорогие друзья Виталики и Илона, вы знаете Я был очень разочарован, когда получил вашу пригласитель Нет, не потому что я ее получил Я рад, что вы меня позвали, меня и мою семью И я тоже рад, конечно, очень, что вы женитесь Это ваш день, я очень рад, что вы смогли найти друг друга и теперь создать христианскую крепкую семью Ты знаешь, Виталик, ты за последнее время очень повзрослел И духовно, и физически тоже такой крепкий стал Я думаю, что ты готов к созданию крепкой христианской семьи Илона тоже в то же самое время, за последнее время я видел, как она возрастала и как она возросла духовно Очень приятно этому росту было Я думаю, что вы замечательная пара друг для друга Очень печально то, что я не могу быть вместе сейчас с вами Поскольку ваше желание быть вместе настолько было сильное, что вы настолько быстро назначили день свадьбы Что мы даже как-то не успели сориентироваться И наши даты были немножко раньше назначены Но мы хотели бы пожелать вам, во-первых, от моей семьи, от меня лично Чтобы Бог благословил вашу семью, чтобы она была крепкая Чтобы она была сильная и благословенная И чтобы она была примером для окружающих семей И в то же самое время очень было бы печально, чтобы такая хорошая и крепкая христианская семья Перестала служить Богу К большому сожалению, мы это замечаем часто и в нашей церкви К большому сожалению Очень хотелось бы, чтобы ваша семья служила Богу Чтобы то, что вы начали, оно продолжилось Я знаю, у вас были хорошие и крепкие планы на будущее И что касается миссионерских тоже вопросов, миссионерских поездок Хотелось бы, чтобы вы не оставили служение Богу И оно было теперь не по одиночности Но теперь вместе, совместное, крепкое служение Богу в первую очередь А потом уже угождение друг другу Что также немаловажно в семьях От нашей миссионерской группы мы хотели бы Во-первых, поблагодарить вас За то, что вы были все время это с нами За то, что вы с желанием, с усердием трудились для Бога Я видел это желание, я видел это усердие Пусть вас Господь благословит Мы благодарим, что вы были вместе с нами И хотели бы пожелать, чтобы вы продолжали быть вместе с нами Насколько это возможно с вашей стороны Наши двери для вас открыты И мы будем рады, если вы будете продолжать Присоединяться и помогать тем, чем вы можете Я помню, когда Илона первый раз поехала вместе с нами Вот это наша первая зимняя поездка Илона очень боялась микрофона И когда просили что-то сделать перед людьми Первое было так, в стороне немножко Пожалуйста, пожалуйста, можно Можно только не, можно другой раз Но нужно было идти, нужно было делать Но когда мы приехали, потом у Илона просто нельзя было забрать микрофон Владик говорит Ну хорошо, Илона, спасибо, можно уже говорить аминь Нет, подожди, я еще не все сказала Илона, ты молодец У тебя хорошо получается общаться с людьми Но хотел бы пожелать тебе, чтобы в твоей семье Микрофон принадлежал Виталику Чтобы за ним было последнее слово Виталик, в твою же, тебе же хотел бы пожелать Чтобы ты ценил И любил Илона Потому что она не мощнейший сосуд И чтобы Насколько это возможно С твоей стороны Ты сделал все Абсолютно все, чтобы Илона Была с тобой счастлива Не чтобы ты с ней был счастлив Но чтобы Илона была счастлива С тобой Что я могу сделать Чтобы она могла быть счастлива со мной Так же самое Илона Задайте себе вопрос Что могу сделать я Чтобы мой супруг или моя супруга Со мной были счастливы Пусть вас Господь благословит Подарит много благословений Какие Он хочет вам дать Чтобы ваша семья Была примерная во всем В духовной жизни Среди людей Среди общества Чтобы вы были примером И пусть вас Господь благословит Я рад быть вместе с вами Может быть не телом Но духом И я очень за вас рад Пусть вас Господь благословит Спасибо До свидания